В нашем районе торговый центр «Атлас» проявляет деятельный интерес к профессиональному искусству, предоставляя площади для показа работ современных художников, известных мастеров, признанных в России за рубежом. Среди нынешних экспонентов члены Одинцовского отделения Союза художников Подмосковья, народный заслуженный художник Татьяна Васильева, а также Михаил, Екатерина и Дмитрий Ушановы, Петр Чуканцев, Яна Плющева, Екатерина Лисица, Ольга Светличная, Наталья Евсеева, Александра и Иван Пшеничниковы. Все художники наши земляки, активно выставляющиеся в лучших залах мира, ведущих многолетнюю деятельность по художественному воспитанию молодежи. Представлены пейзаж, натюрморт, книжная иллюстрация, тематическая картина. Среди них работы, посвященные родной Одинцовской земле. Особое место заняли линогравюры Безрелина ушедшего, жителя Барвихи, известного графика и сказочника Ивана Хохлова. Их предоставила вдова мастера Екатерина. Работы разные, общее одно – уровень мастерства выпускников лучших художественных вузов России, а еще искренность в творчестве, умение передать состояние природы, свои чувства и вызвать ответные. Я, допустим, делаю работу, я радуюсь. И этой радостью я хочу поделиться со зрителем. Я хочу только сказать зрителю, какой классный мир, как прекрасна жизнь. И дать ему немножечко какую-то маленькую надежду, черту оптимизма. Все, больше ничего. Вот в этом считаю свою задачу. Впечатление произвело очень благоприятное. Я считаю, что просто необходимо, потому что эти площадки посещают очень много молодежи. И молодежь нужно приобщать к искусству, чтобы они больше посещали театры, выставки, музеи. Мне здесь многие картины понравились, но я бы выделила вот эту вот картину лично для меня, вот на мой вкус, вот эту вот графику Екатерины Ушановой, художницы. Мне понравилось, в какой цветовой гамме она выполнена и ее простота. Здесь очень удачное место, очень удобно смотреть, очень красиво здесь все расположено. Работают все замечательные, художники просто великолепны. Я уже давно их знаю, постоянно посещаю их выставки. Очень всегда интересно все работы. Также я вижу, уже и новые художники приходят сюда, общество растет. И это, так сказать, все это надежда в дальнейшее будущее. Рядом с опытными и признанными мастерами – работа их учеников, молодых художников, дизайнера Кати Лисицы и выпускницы полиграфического института Яны Плющевой. То, что в этом мероприятии участвует Яна, конечно, очень приятно. Яна в этом городе жила, училась. И то, что она какой-то свой вклад может внести в развитие интересов, познания жителей Одинцова – это тоже очень хорошо. Часть экспозиции отдана благотворительности. Одинцовские художники предоставили свои произведения, средства от продажи которых пойдут на восстановление памятника архитектуры 16 века, стеновой аркады Звонницы в Больших Веземах, находящейся в аварийном состоянии. На выставке имеются банковские реквизиты, номера телефонов, полная информация об акции. Ее участник становится не только обладателем бессмертного произведения подлинного искусства, но и сможет гордиться своим вкладом в восстановление Звонницы, построенной Борисом Годуновым. Среди предложенных к благотворительной продаже работ полотна Екатерины Ушановой и Петра Чеканцева акварели Ольги Светличной и Яны Плющевой, авторские Алина Гравюры, Ивана Хохлова и графический портрет Пушкина. Автор последнего, житель Одессы, уже ушедший из жизни художник, его работу передал сын, узнав, что на Одинцовской земле восстанавливают памятник архитектуры, строителю которого поэт посвятил свое произведение. Выставка открыта для посещения в часы работы торгового центра. В пользу подобной формы деятельности отзывы в специальные книги. Ольга Винтер, телекомпания Одинцова.